так ну что вы видите пипин шифраны яблоки мелкие на самом деле когда я собирал урожай они выглядят прошу прощения железо на проводе я провожу вебинар погодите с кем я говорю не с Антониной ой какое счастье что вы позвонили включая громкую связь ребята событие произошло Тоня звонит с Кугорева так Тоня давайте так мы вас слушаем Валерий Константинович ну я час назад получила вашу посылку хочу сказать первое большое спасибо потому что вот эти фиерические названия которые я смотрела на вебинарах и мечтала это иметь увидеть сейчас вот это у меня в руках все находится поэтому трепущимся руками читала смотрела большое вам спасибо и теперь я полностью стою на ногах и осваивать буду полностью прививку и думаю что наше дело продолжится дальше нет я отвечу давайте говорите сейчас отвечу я уже разослал 60 посылок пусть слушает говорите я отвечу так почему я вас не вижу на вебинаре я не знаю ладно я вас найду как-то не видите минутку может он отстает или как там это звук а какой номер вебинара сейчас у нас идет скажите а вы вообще сейчас не на вебинаре да какой номер у вас вебинар сейчас 57 я вас прошу мы вас слышим говорите по существу я хочу вам сказать час назад мне был звонок я вам в школе говорила что мне приглашают на феератическую конференцию в Кузбасский технологический институт вот в той программе в той школе программы которую мы начали это школьница она получила свое так сказать так скажем признание потому что были плотности летом когда многие люди вот такие сми так сказать подключиться выгодно свои я приняла очень жесткие меры обратившись к властьям и получила достаточно много внимания в августе месяц я поступала с этим проектом на федератических чтениях для преподавателей и получила большое внимание это мы сейчас пригласили на конференцию которые проводят по мене образования для средних учебных заведений и школ вот с этой темой именно и именно там признание идет тех методов которые вводят в школах как бы профессиональная подготовка вне школьное образование помимо школьных программ как бы с одной стороны хорошо что заметили признали но хочу сказать что сразу я могу сказать да тут все свои хотела хотелось бы посмотрите когда я выступала на городской федератических чтениях я просила внимание я уже была не одна и там много тем рассматривалась в основном упор делается в воспитании детей при профессиональной навыке на компьютерное освоение вот эти все силы вообще чувствуется что идет отток детей за счет конкурсных каких-то программ детей перетягиваются в Москву вы готовитесь на какой-то прессионной области нетрудно догадаться никакого-то для кому-то быть в нужном так скажем для мирных силах для деятельных силах так скажем но большой интерес получила наша программа то есть обратили особое внимание люди отживили мало того что когда я заканчиваю это все подошли и стали спрашивать а почему мне я бы не сказал почему мне то есть это людям очень интересно было по сравнению с тем что приливает детям компьютерные программы там даже поощрялось ой дети сейчас зарабатывают больше чем родители ну что может быть глупее скажите пожалуйста поощрять вот такие вещи сейчас то что я выставляю именно на уровне это училищение высшего образования проводит вот подобные подобные конференции и мы туда вписались мы там востребованы это как бы радует первое что о вас больше узнает технологии будут продвигаться мало того что там создается такой по итогам конференции журнал я написала статью оно на двух языках на русском английском мне помогли мне и будет издана это издание то есть оно будет доступно я не думаю что будет широкое признание так скажем но то что на это обратили внимание это уже надо это маленькие которые благодаря вам росточки которые будут прорастать вот это мое мнение посмотрите в 90-е годы внимание и те дети которые сейчас вот этим занимаются о которых мы рассказываем о которых мы показываем инстократии о которых мы предъявляем показывая вот чему вы детей учите это обязательно получит свое развитие в будущем вы знаете ваше дело продолжится ну сейчас и я подключилась и ребята которые просто встретятся знаете которым нас это будет востребовано будет я хочу сказать просто вам большое спасибо если помогут что это дело вот благодаря вам посмотрите кто особенно на это делает столько чего надо проводить сколько людей способны на это выращивать выращивать хорошо то не спасибо значит так я должен как-то прокомментировать я сейчас показал тут подвернулись три фильма ваши где вы учите детей стратификации и я что хочу сказать тут важный момент заключается в следующем значит так я в начале когда вас поддержала местные власти когда приезжала даже федеральный канал сделал съемки да я думал вот сейчас вот наши власти там на уровне губернатора вспомнят комсомольское детство и скажут скажут это я сейчас чуть-чуть ваш звук сделаю тише а чтоб лучше слышать так вот федеральный канал и я думаю вот сейчас возьмут и скажут опять как за того парня давайте сейчас по всей стране по примеру с Кугарева Антонины школа номер семьдесят Кемерово сейчас по всей стране поднимем сейчас весь народ сейчас посадим саженцы и везде во всех школах будут плоды и научиться и по этой уроке биологии и наконец а потом дети вырастут и сады покроют всю Россию а потом схватился за голову я посмотрел чему привело 9 мая надо было посадить 27 миллионов деревьев по всей стране да память о погибших в Великой Отечественной войне а они же садить не умеют они угробили большую часть этих деревьев помните как была фраза опять посадили опять вот я к чему говорю господи если бы вас поддержало бы на уровне правительства области страны дадут команду отмашку посадить деревья плодовые во всех школах вернуть это все школы тем школы юнатов помните кружки юнатов там на руках биологии наконец учить по железу уже по-настоящему учить а ведь этого нет посадят миллионы деревьев купят в питомниках дерьмо это посадят пришкольные сами начнут выкапывать садить сдачи начнут и все будет загублено то есть я хочу сказать Антонина Ивановна как вы были одна так вы пока на ближайшие годы одна и останетесь почему никто ничего не умеет пока новые программы в школах не появится а учителя они должны прийти с университета с академией а темирезовская академия они же не умеют садить они только колечки имеют не станет это надо а не потому что школы программы должны изменять пока точка зрения выше не поменяется совсем это не станет надо а сейчас это единичный экземпляр и нам надо с вами это понять и ждать этого момента он обязательно придет я в этом уверена все на этом закончим у нас впереди еще учеба я рад вашему звонку рад что вас пригласили на конференцию будем маленькими шажочками спасибо Тоня хорошо спасибо большое спасибо тебе черенки черенки это мой подарок вам и потом уже и школе это уже это уже а да 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 смотрите плотные полиэтиленовые пакеты просто эти черенки вот этим самым веником замотать плотный пакет минимум там воздуха это самое замотать чтобы туда не поступал воздух и хранить при температуре ноль плюс два градуса желательно в погребе вот в крайнем случае холодильники но полиэтиленовые пакеты пропускают воздух он может лежать в холодильнике до весны а весной вы достали а он там вот так я показываю сморщенный то есть высушенный поэтому очень плотная упаковка толстый полиэтилен вот ну и потом я еще это не последний вебинар я все это буду на вебинарах рассказывать все тони пока очень много позвонили спасибо 60 посылок разослал это не шутки спасибо всего доброго антонина так ну все сегодня день задался и так пока Продолжение следует...